Что употребляете? Камера, девушка, смотрите. Что употребляете, девушка? Пожалуйста. На прошлой неделе парни из фонда «Город без наркотиков» провели операцию скорее спасательную, а потом агитационно-антинаркотическую, чем карательно-пресекательную. Патрульно-постовые полицейские верхней пышмы, которые в свое время прославились на весь русско-понимающий интернет как самые активные душители, в хорошем смысле слова, всяческих барыг и их перхоти под наготной, получили от граждан тревожный звонок. По их наблюдениям, девушка, зачем-то тусующаяся в одном из подъездов 9-ти этажки номер 17 по улице Кривоусова, находится не только в подъезде, но и в состоянии, несколько специфическом. Кстати, позже выяснится, что именно в этом доме она и прописана, и ранее полиция ее в наркотическом опьянении задерживала неоднократно. Когда полицейские вместе с фондовцами приехали в назначенное место свидания с девушкой, все дружно сошлись во мнении, что граждане ничуть не преувеличивали, а может даже и попреуменьшили, 28-летняя Виктория Шерстобитова, тоненькая, изящная, обворожила их с первого полувзгляда до полуобморока. Она словно сошла то ли с ума, то ли с обложки глянцевого журнала «Актуальные проблемы лечения анорексии в сельской местности». Громко хлопая ресницами и при этом в соответствии с третьим законом Ньютона, немножко взлетая, Вика, олицетворение победы над здравым смыслом современных синтетических наркотиков, не очень успешно пыталась понять, кто эти люди и куда ее волокут. Отвезли ее из соображений гуманности и побежденного здравого смысла не в полицию, а в больничку, где в приемном покое стали задавать очень странные вопросы. Там же в приемном покое состоялась приемка Вики в качестве носительницы запретного плода. Откуда-то из нее выпал пакетик с порошком, который вскоре был идентифицирован как N-метилофедрон. Популярное нынче вещество – одно из множества обзываемых солями или скоростью. И вот тут Вике повезло. В это трудно поверить, что человеку в таком вот виде, в чем-то повезло, и он вот так вот всем телом радуется и торжествует в триумфальном танце. Счастье Викина заключалось в том, что вес порошка оказался 0,19 грамма. Одной сотой грамма не хватило до тех самых двух десятых, с которых в случае с N-метилофедроном по закону наступает уголовная ответственность за хранение без цели сбыта. Цель сбыта при таком живописном состоянии предполагаемого сбытчика заподозрить было довольно трудно. Нет, вовсе не невозможно. Очень даже теоретически возможно. Но для этого, наверное, надо находиться в состоянии примерно в таком же. Какое состояние у вас сейчас, в данный момент? А состояние-то, видимо, неописуемое. Поскольку изъятая наркота до значительного размера не дотягивала, то протокол административный составили на нее по статье 6.8, часть 1, до 15 суток или штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Вызванная бригада специальных медиков, осмотрев пациентку к себе в дурдом, забирать ее категорически отказалась. В полицию в таком состоянии везти ее тоже было опасно. Решили оставить ее в приемном же покое, где, во всяком случае, врачи в любую секунду под рукой. Ну и, по идее, утром полицейские должны были забрать ее и отвезти к мировому судье, чтобы по этому протоколу он определился с конкретным наказанием. Но оказалось, что еще раньше утром она почувствовала себя лучше и ушла на своих худых двоих. То есть теперь она как бы что-то около того, что в бегах. По крайней мере, за ней числится должок перед правосудием и в случае очередной приемки ее автоматом повезут в суд отвечать за предыдущую приемку, оставшуюся безнаказанной. А теперь на десерт небольшая бомба воспитательного характера для особо непробиваемых. Для тех, кто, может быть, еще не проникся ужасным пафосом этого зрелища, как бы кричащего из каждого фрейма «Не делай, как я!» Наркотики – зло. Исключительно руководствуясь интересами общества, с целью защиты граждан от пагубного воздействия всяческой отравы, мы покажем фотографии тоже Виктории, тоже Шерстобитовой, тоже 28 лет, но из какой-то другой жизни, отраженной на странице ВКонтакте. «Никакого намека на анорексию. Муж, ребенок, работа. Где теперь все это? Чему в жертву принесено? Глядя на это все, вы все еще не верите, что всяческие легалки – это чисто баловство?» К сожалению, есть еще большое число людей, которые даже после всего увиденного ответят так. Ага. Продолжение следует...